Собственно говоря, сегодня у нас такая будет, что называется, общепознавательная лекция, потому что такая тема, которая, в принципе, встречается в профессии профессиональной разработки коммерческой, это когда что-то у нас долго живет, а потом обязательно перестает жить, и мы, соответственно, начинаем отчаянно думать, как это что-то реанимировать и переключить на что-то другое. Как правило, это баз данных, поэтому мы немножко поговорим о том, что такое общая миграция баз данных, как она возникает и, собственно говоря, зачем вообще это нужно, когда это рентабельно и так далее. Потому что, ну, когда такая ситуация в проекте происходит, обычно начинается спор на тему того, что там невыгоднее ли взять и переписать все это дело, потому что еще какую-то технологию, там, базу, неважно, что используется, там, MySQL, еще что-нибудь, PZSQL, ну, там, имеют какие-то объективные критерии для этого, и надо, конечно, наверное, оценить вообще, как эти критерии у нас, какие критерии имеются, и стоит ли вообще это делать. Ну, совершенно такая классическая ситуация, которая приводит к таким проблемам, она, я ее сам лично неоднократно наблюдал, это проблема, на самом деле, очень простая, что бизнес развивался очень стремительно, накаленно, там, в какой-то момент он начал, как-то обычно делается там быстро-быстро, без тестирования, без ничего, сразу в продакшн, типичный такой, что называется, рецепт готовки какого-то коммерчески эффективного бизнеса, но, тем не менее, технологически он представляет собой некоторую такую проблему, там, традиционно, нету никаких решений для резервного копирования, держится на каком-то там, совершенно честном слове, и никто не пишет документации, потому что много задач, там, десятки и сотни, и надо постоянно что-то кодить, что-то выкатывать, и этот процесс такой бесконечный, он нарастает, как снежный киском. И, как правило, есть такой некоторый человек, такой гуру-самурай, который в проекте там с самого нуля начинал его писать, и там, спустя 2-3-4 года, там, он является одним таким героем, который знает, как работают самые страшные, тяжелые штуки, и он единственный, который может как-то их там продиагностировать и реанимировать в случае, что-то происходит. Ну, и порой это приводит к таким ситуациям, когда само поделие, которое этот гуру наваял, оно уже само по себе не жизнеспособное, и он как-то сам его поддерживает, но он всегда это постарается делать так, с такой аурой торжественности и таинственности, и в какой-то момент это просто из моей личной практики приводит к тому, что там какой-то простой становится нормой. То есть я лично наблюдал, когда пришел в проект, там была достаточно нагруженная такая большая мускульная база, и что в ней происходило, то, что она периодически просто падала. Ну, там, из-за того, что там настройки перекрутили, еще что-то, к нагрузкам не были готовы. Ну, это была норма бизнеса. Ну, тут упала база, там, перестали считаться деньги, там, сломались всякие интерфейсы, и люди там взяли эту базу и стартнули, помолившись, она поднялась, и все, жизнь продолжается. Ну, никакой речи там не идет о том, чтобы были века, чтобы были какие-то там решения для резервирования. Поэтому бизнес жил в такой немножко ситуации ожидания полного П, что называется, что в какой-то момент база упадет, данные продолбаются, и, собственно говоря, а восстанавливаться не из чего. Потому что там есть какой-то бэкап, который они там сняли, может быть, полгода назад, еще весной, и восстановление с такого бэкапа будет означать, что бизнес отодвинется, что называется, в своем развитии ровно эти полгода. Ну, это для бизнеса может быть критическим ударом, прямо-таки смертельным, особенно какой-то там очень интенсивной и насыщенной конкуренцией предметной области. Не знаю, что это такое, электронная коммерция, продажа рекламы или еще что-нибудь. И такая ситуация, на самом деле, она очень характерна. Там же возникают какие-то дополнительные проблемы, там, я не знаю, с безопасностью, традиционно там есть какие-то дырки и еще что-то. Ну, в общем, это такие вот симптомы, которые приводят людей к тому, что надо как-то вот уже думать, что надо что-то менять. Соответственно, как правило, катализатором служит тот факт, что этот таинственный человек, который торжественный постоянно чинил эту базу, или там, что у вас на проекте есть, и он решает сменить род деятельности, заняться чем-нибудь еще, там, не знаю, уехать в Таиланд и заниматься фрилансом. Ну, такие вот вещи случаются с людьми, или ему просто надоело вся эта движуха и необходимость поддерживать там свои собственные творения, и он решает торжественно из проекта уйти. Его, собственно говоря, с большими почестями и со слезами на глазах провожают, а потом, спустя несколько дней, когда там, в очередной раз все падает, таинственный ломается, и начинает думать, что вообще делать. Потому что, ну, очевидно, что никто не знает, как это все устроено, никто не знает, с какой стороны подобраться, чтобы чинить, чтобы не поломать все вообще нафиг. И это все сводится к тому, что даже какая-то там минимальная задача, она будет приводить к поведению каких-то багов, каких-то там ситуаций с обслуживанием. И то, что называется умный термин ОПЕКС, то есть расходы на поддержание бизнеса, они занимают у технического отдела, естественно, там, процентов 60-70-80 свободного времени, и это постоянно, естественно, травмирует бизнес, потому что тот самый КАПЕКС, это когда усилия, направленные на развитие бизнеса, они практически не получают никакого внимания и должного какого-то, ну, собственно говоря, внимания от стороны технического отдела. И тут еще есть такой момент, что иногда бизнес пытается это решить, особенно если у них не очень компетентный технический лидер, там, ведущий разработчик или какой-нибудь там СТО и прочие люди с подобными должностями, и они пытаются закрыть все эти дверки банально трудовыми ресурсами. Ну, вообще они пытаются, но нет еще больше программистов. Ну, это, на самом деле, усугубляет проблему, потому что приходит новый программист, они вообще нифига не понимают, что происходит, им все это нужно объяснять, они допускают какие-то новые ошибки, и эти ошибки могут, в зависимости от того, насколько качественно процесс вообще выстроен, работы в отделе, в отдельном проекте, они могут еще больше навредить. То есть, если поддержание качества на нуле, нет там нормальных выгодов, нормальных ревью-кодов и так далее, то что-то ушедшее внезапно в продакшн может внезапно в какой-то прекрасный день привести к тому, что наступит какой-то печальный финал всему этому мероприятию. Поэтому типичная, на самом деле, ошибка – это когда пытаются такие вот проблемы решить наймом людей, думая, что вот больше людей, будем делать больше задач, будет там больше времени, чтобы сесть и разобраться, как это работает. На практике это никогда так не бывает. С появлением каждого нового программиста сразу возрастает количество хотелок от бизнеса, и этот программист точно так же бросается все свои силы на то, чтобы решать задачи бизнеса, насколько он это может делать. Ну, собственно говоря, в этот момент возникает такая ситуация, что именно какой-то вот компетентный ведущий специалист, это может быть техлига, может быть, там, я не знаю, системный администратор, которому достала там база по ночам перезагружать или DBA. То есть люди такого плана, которые работают с продакшеном, с этими системами, они должны понять, что пришла, собственно говоря, вот пришла необходимость что-то такое радикальное сделать и просто сесть там, переписать там какой-нибудь биллинг или еще какую-нибудь штуку, чтобы она работала правильнее. Ну, это кажется уже с измеримыми, на самом деле, затратами, с тем, чтобы взять ту же самую бизнес-логику, смигрировать там на что-то новое, что, на их взгляд, будет более адекватно по технологическому своим качествам и будет выдерживать ту нагрузку, которая требуется для обеспечения репутационности бизнеса. Собственно говоря, да. То, о чем я сказал, то есть, выходит, бывает, два случая. Когда даже сам бизнес приходит к техническому отделу и говорит, что дальше так жить нельзя. Ну, это, как правило, такой бизнес, который уже обжегся, или какие-то, может быть, отдельно взятые компетентные коммерческие руководители или учредители, которые близки по своему, там, стилю работы или духу к взаимодействию с техническим отделом, и они более, скажем так, с пониманием относятся к тому, что все-таки там не так просто дается поддерживать какой-то интенсивный бизнес на таком вот относительно работособном уровне. И поэтому в этом случае на самом деле бизнес может прийти и сказать, что да, ребят, давайте-ка мы выделим время и попробуем что-нибудь сделать. Ну, это такая самая классическая проблема, и ситуация, когда именно есть проблема изначально, такого стремительного роста. Бывают и другие ситуации, с ними я тоже сталкивался, это когда изначально там приходит, например, новый компетентный специалист, там, в проект, в проект еще находится в какой-то стадии проектирования, разработки, и уже исходя из опыта, этот специалист может взять и оценить ситуацию и сказать, нет, ребята, давайте-ка мы сейчас вот здесь вот это вот перекинем вот на эту штуку, и тогда у нас не будет проблем таких через там полгода-год, когда мы дойдем до какой-то конкретной точки. И если это приемлемо для бизнеса, то это на самом деле идеальный вариант для наличия такой назревающей проблемы еще до какого-то серьезного продакшена. Бывают ситуации, конечно, когда вот бизнес вообще все клево, и делать нечего, и просто бизнес выделяет техническому отделу ресурсы, и возможности на то, чтобы сидеть там и самоотверженной самоотважностью, улучшать, там, рефракторить, изменять, добавлять что-то, и, в общем, тратить время этих отделов на то, чтобы чисто качественно повышать, улучшать систему чисто с точки зрения, а не с точки зрения коммерческого развития. Ну, я еще на практике вообще никогда не видел в коммерции, в коммерческой разработке. Ну, соответственно, когда принимаются такие решения, что вот надо нам, допустим, смигрироваться, что у нас есть база, и вот она там не жизнеспособна, и мы хотим на что-нибудь другое, там, смигрироваться. Причем, откуда, куда, это вообще совершенно не имеет значения, это может, там, не знаю, мы искали подгресс, там, подгресс и на ДП, там, не знаю, как говорим, и какой-нибудь редис, там, MongoDB Oracle, или вообще что-нибудь там свое, если написать свою базу данных, потому что нам будет лучше и как это обычно бывает. И наступает такой этап, когда нужно все это спланировать. Ну, планирование – это классические задачи, которые решаются сугубо руководящими позициями в техническом отделе, то бишь, люди, которые принимают решения, там, технический руководитель, какой-то тим лид и подобные персонажи, они должны, на самом деле, очень хорошо оценить и взвесить все факторы, то бишь, и самые ключевые, которые, на самом деле, представлены на слайдике, и, прежде всего, все начинается с того, что бизнес какое-то время выделяет. И задача этих лета, в принципе, выиграть изначально какое-то время для того, чтобы понять, насколько вообще получится это, не получится. И вот мой опыт показал, на самом деле, что сразу нельзя торговаться с бизнесом на тему, что вот мы, там, сделаем эту миграцию за два или за три месяца или еще за сколько-то. На самом деле, сейчас нужно просто взять некий такой период подготовки, там, условно, в районе месяца, который позволит нам поиграться с, там, с новой технологией, поиграться с текущими проблемами, какие-то прототипы можно набросать и уже как-то адекватно начинать понимать вообще, во что все это вылезет, насколько тяжело будет перерабатывать код, насколько тяжело там будет поддерживать параллельную разработку новой функциональности. Абсолютно никогда-никогда не будет ситуации, когда бизнес скажет, что вот все, мы прекращаем коммерческую деятельность, в смысле, коммерческое развитие, создание чего-то нового, и вы, чуваки, давайте нам полгода делайте миграцию, если нет таких вещей. Это, конечно, все зависит от тяжести ситуации, если проект сравнительно небольшой, и переработка займет одну-две недели, то это, может быть, не так страшно, а если это какая-то такой долгострой на полгода, то тут будет уже немножко печальней. И тут задача грамотно оценить, кто из людей может заниматься поддержкой, кто может заниматься миграцией и так далее. То бишь, необходимо оценить способности коллектива, и тут на самом деле никогда не бывает нормальных таких-то советов, это все очень индивидуально, потому что живые люди работают в проекте, у них у всех, как понятное дело, свои какие-то особенности, свои скиллы, свои навыки, свои компетенции, и это нужно оценивать, что называется, на месте. Ну и, конечно, самое важное, это произвести какую-то вообще оценку что-то технологии и насколько она будет адекватна к сложившейся ситуации в проекте. Соответственно, когда технический руководитель, он занимается такими вот вещами, типа проработки и планирования миграции, у него в этот самый период, который он закладывает на подготовку, есть достаточно большое количество задач, которые необходимо решить и которые нужно проговорить, в том числе не только со своим отделом, но и с коммерцией, с каким-то саппортом и так далее. Потому что нужно оценить, что такое вообще миграция и как-то формализовать план. То есть, надо продумать, как это все будет происходить, в какой последовательности, какие люди будут влечены, что будет выключено в этот момент, каков будет некий процент отказа в обслуживании. То есть, мы всю систему будем уводить в доунтайм и вывешивать плавшку про технические работы красиво, или же мы какую-то часть можем выключить. Это все индивидуально и эти вещи надо отговаривать, потому что, как правило, когда технический отдел занимается такой вот миграцией непосредственно в день этого самого процесса, он начинает работать чисто технической, а в это время есть пользователи, какие-то клиенты, которые будут жаловаться, которые не прочитали объявления в рассылке, и вполне вероятно, что будут возникать какие-то проблемы, какие-то непредвиденные ситуации, и эти ситуации не будут воздвигать срок запуска обновленной системы. И в этот момент, естественно, не техническому персоналу, коммерсом, с опортом, нужно общаться с этими людьми и что-то им говорить. Поэтому здесь на самом деле очень ключевой момент, который часто выпускается, это обговорить все, что происходит и что будет происходить с таким коллегами, чтобы не было каких-то прерывов в коммуникации, и это не привело к каким-то печальным последствиям для коммерции. Здесь также очень важно для технического льда сразу оценить, что мы будем делать, если что-то пойдет не так. В том смысле, что если это достаточно сложная, нетривиальная миграция, много данных, много кода, что-то может обязательно в продакшене повести себя не так, как хотелось бы, то очевидно будут возникать ситуации, когда придется принимать решение о том, что миграция не получается, надо возвращаться на исходное состояние, на исходную точку, запускать систему по-старому и начинать дальше думать, что вообще произошло и почему у нас это не получилось. То есть, такие аварийные ситуации должен тоже технический руководитель, лицо компетентное, который отвечает, предусмотреть. В моей практике, в принципе, такое было, когда мы первый раз сделали достаточно большую, сложную миграцию и там был достаточно объемный по своей алгоритмической сложности биллинг, и мы его переписали, мы его вроде тестили на таком предпродакшене, он у нас крутился некоторое время, даже немножко об этом расскажу еще попозже, и когда мы запустились, процесс у нас этот занимался, база была большая, и там сам процесс, грубо говоря, физической миграции данных, он требовал часа 3-4 простоя, за это время накапливались данные, которые нужно было бы обсчитать и там провести биллинг, провести списание и начисление дельфинских средств. И когда мы начали это все дело включать, мы увидели, что биллинг как бы зашивается, и он реально просто не справляется с нагрузкой. И это уже был какой-то четвертый, пятый час дня, при том, что партнеры повесили объявление, что в 11 утра мы уже все, мы смеемся и включимся, и жизнь будет в этом стане светлое будущее для всех. Ну, светлое будущее не настало, и в 16-17 часов у нас такой, что называется, состоялся военный совет, нам нужно было принимать решение, либо мы рискуем, и принимаем решение о том, что вот оно там к ночи объем трафика снизится, объем данных снизится, и там биллинг за ночь все это догонит, переживет, а вроде бы завтра с утра он уже будет в полную силу работать нормально. Либо мы берем и откатываемся, и думаем, крутим гайки, оптимизируем, переписываем какую-то бизнес-логику ее под особенности нашего нового хранилища, которое мы выбрали. Ну, собственно говоря, естественно, было принято решение, к счастью, это откатиться и взять некоторый тайм-аут еще на 2-3 недели, чтобы переписать, чтобы проверить, чтобы протестировать, и после этого попробовать еще раз, оценив свои ошибки, оценив какие-то просчеты по времени, которые мы заложили на весь этот процесс. Второе, если это все получилось, в принципе, поэтому всегда вот есть такой вот риск, когда этот процесс начинает происходить, и надо здраво оценивать, что вы реально сможете потом все это поддержать. Потому что, ну, скажем, в нашем случае там у нас было какое-то окно, в течение которого мы могли этот процесс отменить, потому что у нас там была параллельная какая-то старая база, на которой параллельно считались все эти данные, и мы там смогли эти данные вернуть и накатить, поскольку откатились обратно. Ну, если бы мы не не решили откатывать миграцию, и если бы мы решили все это оставить на ночь, то это окно бы закрылось, и мы бы не смогли просто поддерживать такое вот двойное выполнение биллинга длительное время на двух разных базах. И у нас бы уже не было актуальных данных на второй на резервной базе. И это были бы уже потери денежных средств и каких-то недовольств от партнеров. Ну, в общем, это было бы деструктивно для самого бизнеса, для самого проекта. И никто не мог предсказать, заживет ли система на следующий день или не заживет, что будет происходить. поэтому мы решили не рисковать и, что называется, перебить. И, собственно говоря, вот эти все вещи должен оценить технический руководитель, когда он думает вообще над тем, что будет происходить, как будет происходить. И уже с таким вот более-менее подробным планом игры он должен приходить к коммерции и, что называется, давать им такой пич, продвигать свою идею о миграции в каких-то терминах уже конкретных сроков, затрат и так далее. Потому что иначе бизнес может не понять или неадекватные сроки выставить и тогда все это может закончиться крайне печально на самом деле. Как раз тот мой пример, который я привел, он частично так отображает классическую ситуацию, когда теория не совпадает с практикой и с практикой на практике всегда случаются девиации и отклонения. И на практике получилось так, что сама оценка не занимает очень много времени. Она может быть ошибочна, как это было в моем случае в первый раз, когда я впервые этим занимался планированием такой операции. Это может быть еще что-то, но самое на самом деле тяжелое это переработка кода, которая завязана именно на тот процесс параллельного поддержания какой-то новой функциональности, разработки новой функциональности. Когда я все планировал, я заложил три месяца на переработку. И там, естественно, мы планировали, грубо говоря, с октября по февраль проводить этот процесс. И в конечном итоге я ошибся, и у нас это заняло еще дополнительно полтора месяца, поэтому в конечном итоге у нас все было более-менее готово к марту, и в начале апреля мы попробовали провести первую тусак процессы миграции данных из одной базы в другую. и эта попытка оказалась печально, неудачной, поэтому мы фактически еще откатились на шаг назад, и три недели еще прошло, и только к концу апреля фактически все это было окончательно сделано и решено. Поэтому для себя я сразу сделал какую-то такую пометку, что когда какие-то сроки предлагаются, то их сразу увеличивать как минимум на третье того времени, которое изначально было запланировано, потому что однозначно будут какие-то риски всплывать, которые невозможно спрогнозировать. На самом деле мысли достаточно очевидны, я думаю, но очень многие об этом не задумываются, и очень часто люди допускают эти ошибки не только в вопросах миграции, в разработке, а там каких-то еще не знаю. Банально планирование задач, выделение программистам времени на решение задачи, всегда будут какие-то подводные камни, поэтому если программист говорит, что он делает задачи за неделю, значит нужно закладывать туда сразу полторы недели, а то и две. Что-нибудь расплывет, баганка, который нужно будет переключить программисту и так далее. Ну, здесь ровно точно такая же ситуация. Приближаемся к самому интересному и к самому такому, пожалуй, опасному моменту, который может сказаться деструктивно на всем процессе еще в самом его начале. А этот момент заключается в том, что технический руководитель, какой-то человек, который является идеологом и руководителем процесса, он изначально преследует, скажем так, какие-то, может быть, личные цели, личные преференции во всем этом процессе, а не объективные потребности бизнеса. То есть, когда он планирует миграцию, он не выбирает ту систему, какую-то, ту базу данных, тот какой-то, я не знаю, там, инструмент не из соображений его объективной, скажем так, адекватности для применяемых задач, а из личных целей. Ну, скажем, нравится ему, не знаю, что там, какая-нибудь очередь сообщений написана на Ирланге, я хочу ее вкрутить, потому что ему нравится особое время на Ирланге программировать. Ну, нравится и нравится, но потом, собственно говоря, это все дело вкрутят, и что потом с этим делать? В моем практике тоже такое было, все в том, что мы в эстрадуальном проекте, когда была такая задача, для достаточно большого объема трафика определять географию пользователей. То есть, там должна была быть некоторая географическая база, которая по имя адреса могла бы делать какой-то быстрый лукав и отдавать какой-то номер системного гео, по которому уже дальше принималось бизнес-решение, еще делать дальше. Изначально все это историческое и классическое желанное в Майскуэре, в какой-то момент оно перестало жить, и люди стали думать, что еще делать, и, естественно, всем техническому пришла светлая мысль написать некое подобие демона на Си-плюс-плюс, он его сам лично написал, и он же сам лично забыл, как он его написал спустя несколько месяцев, и, в принципе, больше никто не знал, как это работает. То есть, вот реально, я сам наблюдал эту ситуацию, потом я так немножко даже отмониторил, отследил, когда я пришел в проект и заменил технического руководителя, я проверил даже там пологность тасков в таск-менеджерах, что реально, когда возникают здесь ситуации от коммерции, нам нужно обновить базу, база устарела. Технический руководитель не хотел ковыряться, он кидал кому-то из программистов, программист не мог разобраться, и в итоге задача всегда висела где-то там внизу у программиста до самого конца. Это, как правило, был новый программист, который приходил в проект, и вот думали, вот, свежая сила, он сейчас, короче говоря, все поймет, разберется, а так ты тоже кидал по новому программисту, у меня прошло три программиста новых через меня, никто из них как-то задача так и не подошел, в конечном итоге я понял, что так жить нельзя, и фактически я отказался от этого решения, провел такую мини-миграцию, что называется, и переключил это все подделие там с неподдерживаемой кодностью плюс-плюс, потому что у меня только подписчики и программисты, никто не умеет писать эти все плюс-плюс, поэтому, но они раздавали, у меня хорошо знает эскори, они знают базгресс, поэтому я взял и использовал это дело базгресс, то есть он там по сей день живет и выдержит там страшные сотни миллионов запросов и никто даже не вспоминает про него, а в случае, если вспоминают, что надо допилить, то ни у кого не возникает проблемы сесть и там прочитать хранимую процедуру, прочитать ход на PHP, в общем, технологические затраты на обслуживание минимальны, и это то, чем должен руководствоваться ведущий технолог в проекте, когда он выбирает какую-то там базу, технологию, решение, еще что-то, ну немаловажно так же, чтобы это не была какая-то историческая технология, то есть, ну не знаю, какой-нибудь там демон для МКШ написан, какими там бодрыми китайцами, которые там используются в двух с половиной проектах, такое тоже наблюдал, порывы у людей в такие штуки внедрить, ну то есть, это такая вещь, которая никак не апробирована, никем не проверена, то есть, все-таки, если это что-то используется, должно что-то такое, у которого есть объективные дотели, как любят называть модным словом на западе success story, успешные истории внедрения, есть какие-то там патчи, комьюнити, модули, живое, какой-то комьюнити разработчиков, если это все есть, то это вообще идеально, потому что всегда, в крайнем случае, есть у кого попросить помощи, а иначе все это будет приходить к таким вот ситуациям с этим демоном, когда никто не знает, что делать, никому это все делегировать, там даже за какие-то деньги, по большому счету, ну, то есть, даже в данном случае это не было так критично, потому что это не был какой-то, ну, такой, что называется, mission critical узел, взовем его тоже модным словом, поэтому это все как-то там вяло, текуще, жило, в моем случае, 4-5 лет на проекте, пока мы сегодня выделили, ну, я думаю, тут мысль понятна, что технология должна быть адекватна, с размерно применяемым задачам, и коллектив должен обладать компетенциями, для того, чтобы такую технологию освоить какие-то корчащие сроки, ну, я же там, не знаю, если решение там на каком-нибудь питоне, и программисты пишут на PHP, то можно предположить, что опытные там программисты освоят там питон на заме, какое-то там, вменяемое время, если у вас там, не знаю, люди себя пишут на дотнете, и вы где там, не знаю, на C++ строите решение, там, или еще что-нибудь, что-то такое совершенно перпендикулярное, то это будет печально. Ну, есть очень такая характерная, особенно для стартапов, проблема, для молодых, таких горячих, опытных, неопытных, но стремящихся к чудесам технических руководителей, это попытка угнаться за каким-то лидерами, за топовыми игроками, потому что там у вас, грубо говоря, есть какой-то проект, вы делаете социальную сеть, у вас там, не знаю, полтора дохлых сервера стоит, какого-нибудь хатистера, прости господи, и при этом технический руководитель принимает решение, там, ставить какую-то технологию, которая объективно потребует, не знаю, в какой-то момент, там, шарлица, а шарлица горизонтально означает ставить тупо железки, новые сервера покупать, и он при этом, естественно, смотрит, там, как это делают доблеста в фейсбуке, там, в каком-то твиттере, и хочет какие-то такие же технологические чудеса, и такое же что-то это фейм и славу поиметь у себя в проекте, и просто поиграться с модными технологиями. Ну, на практике это, ну, фактически просто несоизмеримо с объективными реальными бизнесом, потому что там нету, то есть, это не компания, которая вышла на IPO, у которой там, тонны денег, которые у них кто девать, и поэтому не готовы их вливать в целый ангар с железом, лишь бы стоимость акций росла на рынке. То есть, это такие вещи, которые очень часто не оценивают технические руководители, потому что они пытаются жить сугубо в мире технологий, а не в мире каких-то коммерческих реалий, в которых оперирует бизнес. Ну, это опять-таки еще за это продолжение сказанного, какая бы технология ни была, и какие бы опытные программисты ни было, большой вероятностью эти технологии придется как-то дополнительно осваивать, и это тоже такая вещь, которая немаловажна, и которую нужно заложить еще заложить на этапе подготовки к миграции. То есть, чтобы не было такой ситуации, что там какая-то ударная группа из полутора программистов делает миграцию днями и ночами, а все остальные 10 человек вообще пребывают в чтении неведении, что происходит, и они, собственно говоря, познают все, что называется, более этой ситуации, когда процесс фактически случится. Обучение уже организовывают заранее, это то, что тоже обычно такое, очень плавающая ситуация в разных проектах, когда людей не обучают, как работать с такими технологиями, то здесь, в самом деле, очень принципиально это начать заранее. То есть, опять-таки, все упирается в какого-то компетентного специалиста технического лида, который должен оценить технологию, оценить материалы, подготовить какой-то ликбец, возможно, подготовить какие-то семинары, и, в принципе, людей натаскивать. Понятное дело, что если люди там, какие-то молодые боевые ребята, там какая-то модная технология выбрана, будем даже надеяться, что из объективных соображений, то они там за нее схватятся и будут ее доблестно изучать днями и ночами. Но иногда может быть ситуация немножко противоположная и, наоборот, выбирается что-то такое, немножко, опять-таки, перпендикулярная каким-то вот мировоззрением разработчиков, то надо людей как-то в этом смысле уже дополнительно мотивировать и с ними работать, иначе можно потом поймать какие-то большие проблемы. это опять-таки, что называется, каждый последующий шаг, он, как видите, немножко логически продолжает предыдущий, и когда вы начали работать на миграции, то стала проблема обучать людей технологии, просто потому, что она должна как минимум это все качественно сделать, и потом это все дело дальше поддерживать и разрабатывать. Я считаю, что изначально все это входит в задачу именно этих льда, он должен какие-то правила декларировать для новой технологии. Это особенно полезно, учитывая то, что проблема миграции, она обычно встает, как я вначале прокомментировал, ровно из-за того, что не было каких-то хороших практик по подходам к дизайну, к разработке, к таким вещам, и поэтому случилось то, что случилось. Получилось неподдерживаемое нечто, которое не знает, что какой стороны прикрутить. Чтобы этого не было, сюда должны быть какие-то базовые правила, которые все должны поддерживать, которые все должны конформировать в проекте, в команде, в техотделе. Причем эти правила должны четко осознаваться и исполняться не только теми людьми, которые занимаются миграцией, переработкой, но и теми людьми, которые в то же время занимаются сдачей коммерции, то бишь делают что-то новое, но под старую систему, потому что если вы сделаете миграцию и у вас полкоманды будут в теме и они будут нормально делать под правильным гейдлайнам, с использованием нужных best practices и прочих интересных вещей делать как надо, а другие ребята, они вообще не в теме и может быть не интересовались и они пытаются делать по-старому. Но это опять-таки будет такой раскос качество и есть риск, через какое-то время, полгода, год, два можно окрестить вторую кризисную ситуацию у себя на проекте. Как правило, второй раз такие проблемы не очень хорошо воспринимаются бизнесом, потому что они не любят большие коммерческие простые по технологическим причинам. И особенно на этапе обучения, как я обнаружил, очень полезно вообще иметь каких-то компетентных специалистов опытных, которые могут народ консалтить банально. То есть что-то может быть я не знаю какие-то консультанты, это могут быть какие-то не знаю там гуру из комьюнити и подобные люди, может быть банально платные специалисты из какой-то компании, которые за деньги платят за консалтинг, платят им деньги за консалтинг, чтобы обучали людей обучали на глупые вопросы с утра до вечера, пока люди не усвоят все эти глупости. Это реально полезно и это реально имеет смысл продавливать бизнесу и это мотивировать тем, что это хоть и приведет к каким-то затратам, если надо надимать людей, но это улучшит качество подготовки и в принципе в конечном этапе ускорит процесс. Тут при этом есть такой неприятный нюанс, что если есть такой человек и он в принципе может быть на любой вопрос, то у команды может развиться опять такая вот немножко неприятная ментальность, то осознание, что есть крутой чувак, который все знает и он в любой момент может в принципе сдиагностировать, что происходит, что и в шами париться и вникать в подробности, в какие-то детали, в сложности. Это как раз повторение изначальной истории, когда был какой-то герой, который доблестный, отважный и лично все это чинил и это в принципе начинает назревать второй раз. Такие ситуации все нужно пересекать, потому что это очевидно, что это не тот результат, которого мы хотим добиться. Мы хотим иметь, грубо говоря, не одного специалиста, крутого и 10 человек, который ничего и не знает, а взаимозаменяемую и самодостаточную команду, которая там не пострадает, если кто-нибудь там, я не знаю, уйдет в отпуск или сломает ногу или еще что-то неприятное или наоборот приятное случится. Собственно говоря, когда процесс налажен, там начали заниматься переработкой кода и так далее, встает вполне адекватный и своевременный вопрос, как еще данный мигрирует. Ну, как правило, все современные на самом деле какие-то там хранилища данных, там реализационные, не реализационные, они более-менее каким-то общим правилом конформируют. Здесь какие-то там таблицы или схемы или коллекции или, не знаю, там еще что-нибудь какими-то словами разными называется. Ну, так или иначе, это все как-то более-менее друг на друга можно там замапить, запортотипировать, заммигрировать и так далее. Поэтому встает вопрос, как вообще это делать. И тут классическая такая ошибка, которая тоже возникает у людей, и первое, что начинает делать, это сказать какую-то неприставленную штуку, которая возьмет и волшебным образом все смигрирует. Ну, это идиллия, этого не бывает. Да, пытаются какие-то крупные консалтинги, компании продавать такие инструменты и они, как правило, не работают, их все равно нужно допиливать и чтобы допиливать, естественно, нужно заносить деньги компании, которая разработала эти вещи. То есть, это просто такая выкачка денег. Либо, что еще хуже, подпринимаются какие-то вялотекущие попытки мигрировать, которые я лично наблюдал, когда человек какой-то программист сидел и по полчаса в свободное время в конце рабочего дня сидел и видел такую наколенную универсальную штуку, которая любую базу MySQL любую подгрессовывать смигрирует. В общем, это выглядело крайне печально, там эта вялотекущая развивалась два года, она что-то написала, но при этом нифига не работала и результат, собственно говоря, был плачевный, это не сдвинулось ни на грамм с мертвой точки. Поэтому, если такое, на самом деле, простое правило, такая вот миграция, это как любая коммерческая задача, вещь достаточно индивидуальная для бизнеса. Поэтому, здесь вообще бессмысленно делать что-то сложное и универсальное под одноразовую задачу. То есть, в принципе, если подумать, зачем вам универсальный какой-то мигратор, если вы это сделаете один раз, и потом, в лучшем случае, забудете тыльно, тупого, но переработать именно те ситуации в те решения, которые нам нужны. То есть, если вот есть такая ситуация с какими-то данными, то для конкретно вот этих ситуаций мы применяем какой-то там workaround, какой-то там костыль или еще что-то, чтобы это все качественно сделать. Это будет быстрее всего, это будет, может, не очень изящно, и это нельзя будет публиковать на гитхабе, но это будет эффективно работать. Еще есть такой момент, что всегда очень возникает желание у людей у людей как-то качественно улучшить код, переработать его, отрефакторить, выстроить систему класса в какое-нибудь хорошее место, какого-нибудь лапшичного банального кода тупого. Этого надо избегать, потому что, безусловно, будут допущены ошибки, и эти ошибки потом поплывут уже где-то там через 2-3 недели, 4 в продакшене уже после миграции, и все потом будет хвататься за голову и думать, что еще произошло, почему не знаю, у нас после миграции 4 недели биллинг-деньги неправильно кто-то считает. То есть, всегда нужно по максимуму стараться максимально дубово все это делать и такие вот применять какие-то приемы переписывания, оптимизации, переработки только когда возникает объективная потребность. Ну, вот ни в какую он не лезет, как надо, и нам надо как-то все это дело обыграть. Тогда да, тогда нужно это делать, тогда это нужно как-то качественно тестировать, все тестирование мы еще побольше поговорим. Но, как показала моя практика, это все нужно делать именно вот, что называется, по минимуму изменяя систему, как она работает. Поскольку идея такова, что вы выключили систему, вы ее включили, она должна работать без изменений с точки зрения посетителя, с точки зрения клиента. Он не должен заметить, ну, были технические работы и были, ну, ладно. То есть, он не должен подозревать, что там пересадка мозга произошла в это время у системы за 3-4 часа или что-нибудь такое очень страшное. Ну, как раз мы, что называется, идем, идем, идем. и приходим к тестированию. Опять же, классические люди любят начинать написать автотесты, еще что-нибудь там, ТТД, ТТД и прочее, ВДД, включая всякие модные, интересные штуки. Это все здорово, и это все, если есть, и оно реально работает, это круто, но ничего не заменяет такой банальный, такой банальный, здоровый, нормальный, ручной труд. И лучше, если это делает реально персональный тестировщик, который хорошо знает и умеет проект диагностировать, а не какие-то там, условно говоря, как-то обычно бывает, совокупные усилия коммерции, менеджеров и программистов. Ну, программисты, они патологически не умеют тестировать, это стандартная болезнь, а менеджеры, они просто могут не осмысливать те ситуации, которые происходят с точки зрения пользователя идиота. То есть, когда там, вроде, надо зачистить денег на баланс, но там пишут минус 100 рублей, ну, то есть, такие вот ситуации, коммерш, он никогда не подумает, потому что ему в голову не придет писать минус 100 рублей при зачислении баланса. Какой-нибудь Петя, там, он, не знаю, спьяно нажмет этот минус, и раз в месяц что-то такое произойдет в проекте. И я, конечно, утрирую, но такие ситуации действительно могут быть, и ровно для этого нанимаются проекты профессиональные тестировщики. Про новую функциональность я уже говорил, это такой самый неприятный и у мною больше всего нелюбимый этап в процессе, это когда нужно ввести разработку и параллельно как-то все разомигрировать. И, ну, к сожалению, никаких хороших советов нет, нужно просто брать и делать. И проверять, что она работает, причем лучше сразу не отходя от кассы, что называется. Вот мы сделали штуку, и мы сразу ее сделали, сделали версию для нового кода, который будет работать с новым хранилищем, и уже мы сразу проверили. То есть тестировщик, он дал добро, сказал, что в новой работает хорошо, и в старой, то есть в текущей работает хорошо. Так тогда мы можем закрыть задачу, отправить все это дело в продакшн, и спокойной душой дальше заниматься нашей коммерцией, нашей миграцией. в любом, это, к слову, опять-таки, о всяких автотестах и прочих вещах, в любом проекте более-менее таком вменяемом, коммерчески эффективном, есть какие-то штуки, которые сложно проверить, не знаю, какую форму, с каким-то конечным количеством возможных вариантов. Это какие-то, не знаю, биллинги, у которых много расстояний, это парсеры, которые там, парсят страницы, у которых может сегодня там один формат у завтра, другой формат страницы, то есть то, что может непредсказуемо ломаться совершенно в непонятные моменты времени. Такие вещи нужно всегда перерабатывать в первую очередь, сразу их запускать на какой-нибудь тестовой базе свежесмигрированной и постоянно там крутить. Вот у вас полгода длится процесс миграции, вы полгода берете и биллинг тупо крутите, присылая на него копию боевых данных все эти полгода и за эти полгода вы выловите какие-то проблемы, которые можно было бы потом ловить в продакшене и с ужасными какими-то нервными вырываниями волос на теле пытаться быстро починить, потому что это было бы очень неприятно и бизнес бы нервничал после, естественно, таких экстессов. Ну и сам процесс миграции, надо понимать, что данные, они постоянно меняются и там через час уже они могут сильно отличаться от того, что было в системе какое-то время назад. И тут такая практика на самом деле выработалась, которую мы, к счастью, догадались сделать, это процесс миграции тестировать как бы каприкавали. Ну, собственно говоря, для тех, кто может быть немножко не с тем понимает, что я имею в виду, а я на прошлой экскурс-баллах приводил классическую проблему работы людей с традиционными базами и с любыми базами, это когда люди не думают о том, что данные являются самым важным, что есть в проекте, и они бэкап-там делают, грубо говоря, на авось. То бишь, ну, мы там сдампились раз в неделю, раз в месяц, там, в воскресенье, в ночь, с воскресенья на понедельник, классически это происходит у админов, и вроде бы как и бэкап есть, а потом, когда происходит какой-то факап и данные теряются, то люди начинают трястись и там обнаруживают случайно, что бэкап-там кривой, не сдампился, еще что-то произошло. Ну, классическая такая проблема и любой профессиональный DBA, любой профессиональный эксплуатационный он скажет, ребята, что бэкап это не резервное копирование. Резервное копирование, когда вы сделали резервную копию, вы ее на отдельной железке развернули, и вы увидели, что у вас есть консистентная база на этом месте. Тогда, значит, что у вас есть бэкап-рекабр-решение, которое работает. Ну, это такое теорическое вступление к тому, что миграция должна происходить точно так же. Вот у вас написан инструмент для миграции, вот у вас лежит там база, там, я не знаю, вы какой-нибудь там отдельный стендбай под нее выделяете, чтобы не шла нагрузка на основное, на боевое хранилище и там, реплику какую-нибудь, зависит от того, что у вас. И просто у вас, там, не знаю, по крону, там, раз в день, раз в неделю, там, ночью, берет, и этот инструмент снимает полную копию данных с этой базы и идет на какую-то отдельную машинку и вливает там все это дело и инструментом просто это вгоняет, вливает в новое хранилище. И если все произошло без ошибок, все нормально, все здорово и замечательно, это значит, что решение миграции продолжает работать и мы можем продолжать заниматься нашей подготовкой к миграции, переписывать код, там, я не знаю, что-то еще делать и так далее. Это тоже очень полезная штука и чем раньше ее запустим, тем больше мы отловим каких-то проблем с данными, потому что нет ничего хуже, чем начать миграцию и ставить какой-то привет с непортируемыми данными и на выключенной, грубо говоря, системе, там, брать и думать, что вообще делать. То есть, не знаю, посчитать, что там на операции хирург скрывает пациент и понимает, что там вообще все по-другому происходит, потому что он банально там, не знаю, не сделал УЗИ, не сделал рентген, еще что-нибудь и надо вообще все по-другому перешивать или срочно что-нибудь где-то подшивать. Ну, я думаю, что это очень неприятно и нас хоть и неживых людей оперируют в нашем деле, но это все равно будет нервно и очень напряжно и в таких ситуациях, как правило, самое здравое решение, как я говорил, сразу принять решение сделать откаты и просто отменить миграцию и сесть думать. Чтобы таких вот в фальш-старнах не происходило, ровно для этого есть такое хорошее правило, которое всегда отказно работает. Оно обеспечивает какую-то, с какой-то высокой долей вероятности гарантию, что у нас данные корректно смигрятся без ошибок ровно в тот момент, когда это все будет происходить вживую. Ну, что-то говоря, мы подбираем к самому интересному. Это дню, когда все это дело начинает происходить. Тут, опять-таки, ответственность технического лица, за некоторое время, за день, заранее произвести некоторые подговоречные работы, он должен произвести пересчет всех лиц, которые будут завязаны на миграции и убедиться, что они не будут бухать или еще что-то делать, вливать в себя накануне, и с утра там проснуться нормальные, бодрые и трезвые, и не в лесу, а дома открывать. если люди работают на офисных машинах, то надо категорически запретить за месяц, чтобы никто не ставил новую LTS-версию бунты, не компилировал новое ядро Linux на своей Gintu и так далее. Ну, потому что что-то такое сломается, и представьте, вы там раскорячили систему, и в самый ответственный момент у админа накрылась ось, который должен запускать новую базу. Ну, и как бы все, это финал в том смысле, что вроде как бы и не завершить миграцию, и не откатиться, потому что админ, он недееспособен. Поэтому лучше всего даже проверить, что есть там резервный интернет, есть там какая-нибудь йота, там какое-нибудь чуть такое, оплаченное, проверено, что оно работает. То есть, реально, какой-то шанс, вероятность. Здесь также очень важный пункт номер три, это порядок действий. Вот, грубо говоря, хорошо спланированная миграция, это вот такой процесс, он как, не знаю, с чем-то таким высокохудожественным, если сравнить, это как выступление там оркестра, есть дирижеры, есть люди, которые знают свои партии, они задумываются, как это делать. Там, или какая-то профессиональная, не знаю, кулинария, профессиональный ресторан, там люди не задумываются, как что делать, они просто делают. И здесь все должно быть ровно так. То, что делают люди, оно должно быть дает автоматизм, то есть, надо реально проводить тренинги, надо проводить какие-то подготовительные мероприятия, нужно все последовательности движения, вплоть до, что называется, до шагов, то есть, я там захожу в консоль и пишу, там, трали-вали, чего-то там, судо, чего-то там, это все должно быть расписано на бумаге ровно для того, чтобы, когда человек садится, чтобы он в стрессе ситуации, он не нервничал и он знал, что у него есть алгоритм, по которому он тупо, без применения головного мозга выполняет всю эту рутину, всю эту операцию. И он там не сидит и не вспоминает, а что там и тема. То есть, такого быть не должно, все должно быть строго и расписано. Очень даже полезно, когда те проблемы, которые вы уже можете спрогнозировать, тоже их расписать. То бишь, если это пойдет не так, что мы будем делать? Если в принципе что-то пойдет не так, как мы будем делать такой, как мы будем делать роллбэк, как мы будем систему возвращать обратно? Это все тоже нужно подготовить, это просто избавить от лишнего стресса и обеспечить возможность думать и применять все свои ресурсы, полезные головного мозга, ровно для того, чтобы думать над тем, что делать, если реально какое-то страшное событие произойдет. Это сильно помогает. И, собственно говоря, когда все это закончилось, вроде как, так или иначе, стоит вообще вопрос, как понять, все ли хорошо, все ли успешно, и можем ли мы все говорить, что вот да, зеленый свет, мы систему новую полностью включаем, все старые системы жизнеобеспечения, скажем так, отключаем и светло рвемся в конец туннеля, в светлое будущее. Тут есть, на самом деле, очень простых критерий. Прежде всего, если вы действительно заранее все подготовили и прорепетировали, то вы будете знать, сколько у вас занимает что времени. И если вы поняли, что это все занимает, я не знаю, три часа, и по вашему плану все это должно занимать три часа, вы ковырялись там шесть часов какой-то фигней, то это хороший уже признак того, что что-то пошло не так, и надо, что называется, в сторону безопасности принять решение и отменить все действие. Это ровно та ситуация, которую я описывал, когда мы вместо там запланируемых четырех часов, пяти, просидели до глубокого вечера и, конечно, в итоге столкнулись с решением, что делать. Характерным также примером является то, что что-то сломалось, как-то неожиданно неописуемо, и вы вроде как-то нашли какое-то решение и вы его там скорячили и там сказали себе ну ладно, мы сейчас, короче, мы игримся, там выстрелимся, не знаю, в бар сходим, отметим все это дело, а потом с свежими силами мы, короче, будем думать, что мы вообще там подкрутили и как это уже поменять на системе. Так делать нельзя. Это стопроцентно приведет к какой-нибудь потом неприятной штуке, которую нужно будет как-то реактивно решать на системе новой, живой, которая еще, может быть, в качестве поведения. И ни в коем случае не должно быть такой ситуации, что у вас там какие-то допиленные штуки, несмигренные какие-то вещи и вам потребуется какое-то время на то, чтобы зафиксить там все эти штуки после того, как иммиграция будет защищена. Это реально не работает. Если вы скажете это бизнесу, то он реально порадуется. Да, вот ребята что-то нашли какие-то такие workaroundы и там это не критично, давайте быстрее сделаем и мы быстрее запустим бизнес. И мы, типа, ребята, обязательно дадим две недели. Никто вам две недели не даст. Когда смегрится система, поток новых идей и задач скажем так с удвоенной силой и интенсивностью пойдет, потому что вроде как новая жизнь и все дела и поэтому никто вам не даст времени чинить, а это закладывание каких-то проблем еще на этапе такого рождения новой системы это сразу какая-то патология, которая будет потом всю жизнь этой новой системы ее преследовать. и эта патология может быть там, опять, проводя по параллели с медицинской темой, она может быть как-то совершенно радикально неизлечима. И таких вещей нельзя запускать. Поэтому, если такая ситуация есть, то не надо бежать к бизнесу и говорить, что нет, ребята, давайте мы, типа, побыстрее все сделаем. Надо наоборот сказать, что давайте мы качественно все сделаем, пускай это время какое-то займет и потом будет спокойнее жить. Что называется такое уже завершение, в том смысле, что надо понимать, что, как я и сказал, проблем с нами в разы больше и задач будет в разы больше. Даже если, грубо говоря, у вас система очень большая и то, что вы сделали, оно только какую-то часть проблем решает на проекте, надо осознавать, что бизнес этого может не понимать. И он просто подумает, что то, что вы сделали, оно было такое большое и сложное и страшное и, соответственно, оно однозначно должно как-то вот партикально качественно улучшить состояние дел в проекте. Это может быть не так, но люди могут подумать, что это так, поэтому все должны готовиться к тому, что количество каких-то проблем оно просто коммерчески подрастет в два раза и люди будут ждать более интенсивных результатов, более быстрого решения задач, меньшего количества каких-то непонятных проблем, типа там, база обвалилась или еще что-то. То есть, такие вот экстессы не будут уже восприниматься нормально, как норма, как там, как это операционный стандарт в бизнесе и это уже будет вызывать какие-то проблемы и трения. И как бы из этих изображений все эти сложные такие поэтапные шаги проводятся и подготовки и тренинги ровно для того, чтобы не создать таким вот снежным комом опять проблему с непонятным непонятным функционированием системы, чтобы это не привело там какой-то момент к очередной какой-то переделке глобальной миграции или еще чему-то. Поэтому надо заранее уметь готовить то, что вы приготовили, там, базу, пусть это база или еще что-нибудь и дальше с этим как-то качественно работать. Это на самом деле самый сложный этап это то, что происходит после миграции. По сравнению с этим сама миграция она категорически проста. Важно потом, что называется дам себе обещание жить лучше, реально это исполнять. Ну, на самом деле как-то так вот стремительно сказать, что все это прошло. Такой вот небольшой адекватик я, в принципе, с ним, как вы понимаете, закончил. Может быть, у вас какие-то вопросы есть или не знаю, может что-то пояснить, добавить, рассказать. Ну, собственно говоря, ваши комментарии, какие-то пожелания. Погадался ли? Так вот, мне ровно была поднята одна рука. Ну, коллеги, на самом деле, если вопросов в данный момент нету... Есть один? А, есть один? Да, давай. Ну, как-то технические детали, да, что удобнее, там, ASP, или какой-нибудь там, например, или еще что-нибудь. Ну, на самом деле мы так очень обстоятельно на эту тему беседовали в прошлый вторник, когда я практически три часа тут распинался и утомлял народ своими выступлениями на тему того, что такое вообще Pazgres, и как его использовать, да, и так далее. Но мы в компании, которую я представляю, 4-4 группы, как-то вот методом проб и ошибок, да, от классических вот ситуаций с проектами, которые стремительно вырастали, там, на каких-то наколенных решениях, типа, там, MySQL или PHP, что-то еще, вот такие классические технологии с низким пробом вхождения, и бизнес стремительно вырос, а потом возникла потребность как-то технологическую планку поднять, вывести на новый уровень и ее поддерживать. И, примерно, в тот момент как раз на вот этих вот страшных проблемах миграции, наиболее критических проектов, наиболее денежных проектов, мы начинаем струничать с профессиональными консультантами DBA, которые нам помогали изначально реанимировать наши MySQL базы на больших нагрузках, мы тоже поднимали изначально всякие реплики на неподнимаемых базах, это тоже такая процедура соразмерная по трудозатратам с такой с качественной миграцией, и потом мы в конечном итоге эту самую какую-то такую сложную базу смиграли на подгрессивно, поскольку его умеем готовить и считаем, что это качественный продукт как база данных, он нас в принципе устраивает, и мы его научились адаптировать под разные задачи коммерческого веба, в том числе разноплановые задачи высоких нагрузок, будь это интенсивная запись, интенсивное чтение, какие-то смешанные нагрузки, это все у нас получилось делать, и мы начали постепенно более-менее унифицировать подход к хранилищам в проекте и стремиться все это к эксплуатации пасгресса сводить, и впоследствии нам приходилось точно по тем же, ровно по тем же причинам, что я описывал в начале лекции, уводить проекты не только с Майсквелем, с Рейдис, с МонГДП и прочих вещей. Я не хочу категорически выступить каким-то религиозным противником технических технологий, я в целом вполне положительно к этому отношусь, в смысле, что это стимулирует развитие рынка, развитие специалистов и какую-то в принципе движуху в профессии, но у меня там как у человека с каким-то уже 7-8 летним опытом есть такая потребность в поддержании стабильности проектов, поддержание стабильности бизнеса технической стороны, поэтому мы как правило работаем с Postgres но в принципе есть большое количество разных сексисторий у людей и с другими базами, с тем же Майсквелем, то есть есть крупные например что-то я называю имен есть крупные денежные сервисы в Рунете, которые имеют большие инсталляции Майсквелем там тоже такие сложные всякие штуки с хранимыми процедурами с хранимыми процедурами и сколи работал вы знаете что это крайне тривиальное занятие есть вполне достаточно примеров и они все всегда индивидуальны как я говорил в зависимости от потребностей бизнеса если кого-нибудь в фейсбуке или еще кому-нибудь удобно работает в MongoDB или характерный например New York Times они очень любят MongoDB у них целый ресурсинг девелопент центр занимается ровно потому что у них есть деньги ресурсы и это удобно для них скайп любят использовать пасгресс со всех сторон обвешанные питоновыми расширениями для пасгресса ровно потому что они умеют это дело готовить и у них там взвод программистов которые там на питоне пишут поэтому нет назначенного ответа что круче и тут реально нужно опираться на реалии бизнеса на потребности бизнеса и на адекватность технологии к задачам поэтому я как-то вот всегда именно из этих соображений стараюсь все эти вот рекомендации ну у нас как-то сложилось что это как правило позагресс потому что он наши задачи решает у нас по большому счету ничего сверхестественного нет те же самые классические задачи нагрузок которые решают классическими способами которые в принципе там более-менее кратко рассказал на прошлой лекции какие-то более интересные может быть конкретные примеры если есть вопросы то я могу какие-то более развернутые рассказы потом выслать на почту что-то чуть в кулуарном режиме порисовать рассказать то бишь welcome что называется с дополнительными вопросами я люблю долго и обстоятельно говорить поэтому мне совершенно не напряг вопрос с левой стороны зала я не не знаю могу вопрос например такой ситуации когда 100% нужна именно миграция не не какое-то там допиливание существующего хранилища да могу на самом деле что-то пултрированное не почему пултрированное есть даже объективное я со своей психологической травмой профессионально буду как обычно выступать для тех кто знает у сквери есть некоторое количество моисом который не транзакционен который не умеет конкурентно обеспечивать доступ на запись у него есть иногда попытки сделать честные транзакции как написано в больших страшных книжках было придумано еще давно и есть у него какие-то вещи придуманные из соображений того что в базе приходилось гнаться за тенденциями рынка то есть такие инжины как в memory например то есть это такая волшебная таблица в которой статически выделяется место на в оперативной памяти базы при ее старте гайкой в настройках базы и эта memory база держит как мемкэш какой-нибудь хранилище держит это дело все в памяти то есть данные лежат в памяти доступ к памяти у нас традиционно быстрый поэтому это все круто и нормальные люди которые берут эти memory таблицы они как правило это все происходит из таких благих намерений что нам нужен быстрый доступ к этим данным но они не критичны для бизнеса и если что мы их можем подолбать а это все оправдывается почему эти все оправдания возникают ровно потому что memory это такая таблица которая не сохраняет свои данные на диск ну то есть у нее нет копии на диске это вот просто висит в памяти у нас база упала все таблица пустая когда база один раз так падает тут внезапно возникает как бы понимание у людей что данные все-таки были нужны они все-таки не временные а постоянные и данные нужно как-то персистить на диск как это полагается в базе данных вот и в общем то работа с такой базой где две трети таблиц является memory это такой целый отдельный ритуал когда нужно ее перезагрузить то мы там торжественно все эти таблицы изымаются из словаря они конвертируются в какой-нибудь маисом чтобы данные тупо сохранить на диск потом база перегружается и потом мы обратно их кидаем в memory то бишь это такая вот нетривиальная совершенно проблема и она возникает ровно из-за того что люди пошли пути наименьшего сопротивления да может быть это было обосновано какими-то коммерческими реалиями у них не было времени там долго и упорно переписывать какие-то сложные узлы но суть в том что они там грубо говоря взяли и в какой-то момент решили проблему с производительностью своей базы просто перекинув часть данных из более скажем так более медленной но надежные таблицы типа в таблицу быстрые но ненадежные типа memory и вот система живет а потом выясняется что она уже и не живет даже с этими memory таблицами классический симптом это то что я заранее так сказать упомянул в самом начале своего ответа это то что у memory статический размер и этот размер то есть там ты взял и выделил например 512 мегабайт максимум под максимальный объем данных в этой таблице и если собственно говоря этот лимит превышается какой-нибудь базой то база выходит за рамки выделенной памяти ее некуда дальше двинуться и она не может отмасштабировать это пространство динамически она просто вынуждена взять и таблицу фактически свалить на диск вообще такая классическая ситуация с Золушкой когда там или кто там это было в сказке когда в 12 часов это обычно происходит в 12 часов ночи с субботы на воскресенье карета превращается в тыкву и memory таблица переполняется и она собственно говоря превращается в какой-то медленный майсан который катастрофически медленно отдает данные а запись вообще труба потому что там по очереди все делается на момент конкурентной среды нормальной честной и все база падает и тут мы начинаем хвататься за голову типа а что вообще делать и тут возникает задача либо мы перерабатываем как-то наши алгоритмы там переделаем какие-то подходы к записи к чтениям и переписываем все это там по той же самой майсквэль но будем использовать сугубо и на деби чтобы у нас не было таких вот безапных проблем с уничтожением memory с потерей его производительности катастрофической чтобы у нас все-таки была какая-то отказоустойчивость данных поскольку они нам нужны и мы не можем их продолбать потому что там когда там база упадет и возникает задача либо мы берем и переписываем полностью и на деби либо мы берем и мигрируемся на другую базу на прогресс который может там у себя данные нормально всегда персистить на диск честно но при этом у него есть хорошая изменяемая работающая оперативная память которая тоже очень быстро отдает данные если данные в нее подмяты и в принципе не изменяются они в себе висят и висят и отдаются из общей шариной памяти они читаются с диска ну то есть как бы эти вещи подгрессы умеют так же как и Майскуэль но как то более все таки на мой взгляд отменяемы и когда начинаются оценки такой задачи такой ситуации то возникает в принципе понимание что задачи они соизмеримы по трудозатратам по затратам каких то там средств еще что то и тогда возникает заведомо рациональный вопрос а надо ли нам опять за скажем так внедрять зависимость нашей системы на технологию которую мы знаем что уже нас подвела совершенно непредсказуемым образом либо же мы возьмем ту систему которая нам кажется более стабильной надежной ну как бы вот такой пример в котором в принципе я какой то момент объективно сам столкнулся если подумать поискать примеры можно покрутить а можно смигрировать это взаимоменяемые задачи по сложности все вопросы ну посмотрите коллеги поскольку особо больше энтузиазма с вопросами нету и у нас в целом сегодня такой что называется небольшой такой по-домашнему был сбор всем большое спасибо что пришли я надеюсь что мы не в последний раз здесь что-то такое проводим учебного характера и я надеюсь что у вас будет интерес в перспективе к этому на такие мероприятия к нам прийти и как я и сказал что все мои контакты они здесь там презентация будет не сегодня завтра опубликована в контакте в группе если у вас какие то вопросы возникли вы всегда можете мне их задать ну и соответственно я еще какое то время здесь буду в куларах какие то будут желания какую то проблему непосредственно лично обсудить как я это собственно говоря и предлагал в тезисе своего выступления ну тогда я думаю всем большое спасибо и я тогда на этом буду закругляться